Всем привет, друзья! Знаете, какой сегодня день? Ну, правильно, сегодня день, когда нужно сделать 35 подтягиваний. И мы сегодня попробуем их сделать. А вы напишите пока что в комментариях, сделаю я 35 подтягиваний, либо нет. В одном подходе должны быть довольно чистые. Внизу разрешается делать маленькую, такую, недоразгиб, так скажем, потому что очень сильно разрываются связки суставы. Все ломается, если очень сильно разгибать суставы, особенно, когда ты очень быстро делаешь, там вообще происходит крах. Поэтому напишите в комментариях, сделаю я 35, либо нет. Я буду невероятно рад видеть вас всех в моем инстаграме. Арчо Моррис делает ежедневные посты, интересные фотки, также истории. Поэтому обязательно подписывайтесь и будьте вместе со мной. Ну что, расскажу я вам одну историю, пожалуйте, ребята. Все истории из моей жизни, реально, которые были, ничего никогда не придумываю, серьезно. Был у меня отец, значит, его уже нету. Он ловил рыбу. Любил ловить рыбу, был рыбаком. Ловит он однажды рыбу. Я любил, короче, приезжать к нему на речку и просто смотреть, там иногда, может, тоже там удочку позабрасывать. Но не об этом сейчас. Просто в один день я приехал к нему на речку. Мы там что-то постояли, он половил рыбу. Вот. Потом пошли в магазин. В магазине что-то хотели купить. Он мне такой отдает свою удочку. А удочка не была запакована в чехол. Она просто была, как бы, ну, крючок обычно, знаете, к этой катушке. Ну, так надевают на катушку. Ну, типа и несут. Вот. Отдал мне такую удочку. Я что-то стою такой. Он там что-то покупает, да, в магазине. А я стою такой, что-то начал махать удочкой вот так. И чувствую, чувствую, что-то вот удочка не идет. Ну, то есть, за что-то она зацепилась. Думаю, за что ж она могла зацепиться. Смотрю, за штанину что ли. Реально за штанину зацепилась. Я такой пытаюсь отодрать от штанины. Никак не вылазит. Пытаюсь вот так штанину приподнять, короче, вверх. И штанина не приподнимается. Я думаю, нифига себе, в ногу что ли воткнулось. И такой смотрю, и оказывается реально в ногу. Прям вот этот крючок просто на полную в ногу зашел. Я не могу ни штанину поднять, ничего. Потом я начал так орать. У меня... Я ничего, во-первых, не чувствовал. Просто вообще никакой боли, ничего. Как будто мне ничего не вонзалось. Крючок очень острый же, да. Я думаю, рыбы, кстати, тоже у них боли никакой нету, когда у них вонзается. Вот, собственно, обо мне. Воткнулось, я вообще ничего не почувствовал. Я думал просто за что-то зацепилось, и все, что удочку не могу никак вот двигать даже. А она так вошла, этот крючок так вошел сильно, что у меня просто уже даже этот крючок виден был. Ну, знаете, то есть входит вот так, оп, и уже виден с другой стороны, как он вылазит, ну, с другой стороны из ноги, как это деснить. Ну, вы поняли, я думаю. Вот, и батя потом разрезал штаны мне. Я говорю, давай, давай, вытаскивай его, я ничего не чувствую. То есть тащи давай. Руками там уже никак не вытащить было, потому что маленький зазор был. Ну, то есть там он полностью зашел туда, крючок, и как бы подцепиться не за что было. И он попросил у продавца плоскогубца. И плоскогубцами начал. Я говорю, давай, вырывай, вырывай его нафиг этот крючок, потому что мне страшно было, но я ничего не чувствовал. Еще эйфория такая. То есть это, ну, вообще прям очень страшно мне было. Но я ничего не чувствовал. И он такой начал рвать, рвать, никак не вырвать. Я говорю, давай рви еще сильнее. Но он такой, нет, я же тебе тут сосуды могу порвать и все такое. Вот, в итоге мы не вырвали в магазине, поехали в больницу. В больнице что мне сделали? Мне на полную его взяли, туда засадили. То есть вот этот, как он называется? Ну, на конце, короче, крючка вот такая штучка, да, которая не дает назад выйти. То есть мне на максимум вот так прокололи мою ногу, отрезали эту штучку верхнюю, да, которая на самом конце этого крючка находится, отрезали ее и потом спокойно вытащили. Ну, блин, это так страшно было. Но прикол в том, что я вообще ничего не чувствовал. Никакой боли, ничего не было. Просто зацепилось и как будто за штанину, а не за ногу. Ну, вот такая вот история. Правдивая история. Блин, со мной столько всего было, поэтому, если вам нравятся мои истории, пишите обязательно в комментариях об этом. И в следующем видео вы услышите еще одну историю, тоже очень интересную. Кстати, ребят, это не для рекламы, а просто, чтобы вы знали, если вам просто пригодится. Смотрите, в MyProtein есть разные капли с разными вкусами. Они очень концентрированные. Например, вот это мокко, то есть подобие кофе, да, вот это клубника, вот это яблоко. И они очень крутые в чем? Они очень крутые в том, что можно добавлять их во всякие там продукты без вкуса. Например, в творог, не знаю, я добавляю в протеин. Протеин обычно такой противный. Ну, если безвкусный протеин, он противный очень такой, вкус муки какой-то. Вот я добавляю обычно в свой протеин яблочный вкус, вот такой вот. Очень круто получается, заменяет отлично просто. Если вам хочется, то закажите. И как бы это не реклама, просто совет. В магиозе так. Кина идет, и сейчас она очень жестко испугается. Полетели. Ты вам в лагере. Твоя реакция была офигенная. Это было классно. Пельмешки тоже классные, кстати. Какой прекрасный день. Хочется прыгать и скакать. Прыгай и скакай. Или правильно, скачи будет. Идем, короче, в магазин. Надо затариться. Что-нибудь купить, а потом пойдем на тренировочку. Потому что Санек еще не проснулся. Санек, просыпайся, хватит спать. Ночью работал, но утром надо тоже работать. 24 на 7, как говорит топи как царя. Такой, как змея. Одного дня мы будем вот где-то там. Всегда такая кричит. Пошли жрать. И хавает, стоит тут. Халявщица. Ну все, идем делать 35 подтягиваний. Я надеюсь, сделаю. Потому что в прошлый раз, в последний раз было 33 подтягивания. Возможно, они увеличились за недельку. Посмотрим. Ну что, сразу же пахну без разминки, потому что, когда разминаешься, уже закисление в мышце начинает происходить. И как бы уже на меньшее повторение там пойдет подтягивание. Поэтому, как я говорю, хреново. Ладно, полетели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ровно 35 получил. Ну что, за месяц получается с 28 до 35 на 5 повторений. Это вообще очень круто. Поэтому я на этом останавливаться не буду. Попробуем до 40 довольно чистыми сделать. Это будет круто тогда вообще. Если вам нужна общая физическая подготовка, хотите быть сильным во всем в подтягиваниях, в отжиманиях, поэтому переходите на сайт от archiomorris.com и покупайте программу. И через месяц вы будете тащить просто как царь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если вам интересно, по какой методике я увеличивал подтягивания, то посмотрите предыдущее видео. Там вначале как-то называлось методика увеличения подтягивания от archiomorris. Что-то такое примерно. Короче, найдете. Название такое примерно было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое важное в этой методике стараться изо всех сил сделать на одно повторение в каждом подходе на одно повторение. То есть любых просто с прыжком, с инерцией, как угодно, но вы должны хотя бы на одно повторение на каждой тренировке сделать больше. И тогда у вас будут увеличиваться результаты. Если нет, то не будут. И, кстати, когда делаете на количество повторений, подтягивания, либо отжимания, никогда не выпрямляете руку на полную. Потому что, во-первых, стираются суставы, во-вторых, они вырываются. Представьте, какая... Вы очень быстро делаете, и со скоростью у вас вырываются постоянно, там, 70 кг вырывают ваши суставы. Это очень неполезно. Поэтому делайте хотя бы маленький такой недоразгиб. То есть там сантиметра два хотя бы, чтобы у вас не переходила нагрузка с мышц на суставы. Тогда у вас все нормально будет. Потому что, когда вы делаете на полную, уже мышцы отключаются, и работают суставы. И это очень плохо. Все, миссия выполнена. 35 подтягиваний, поэтому можно смело топить домой. Гречку с курочкой, либо гейнера закинуть. Восстанавливаем силы. Методика работает, поэтому пробуйте, ребят, все. Посмотрите там предыдущие видео. Где-то первое, наверное, когда я только начал. У меня было 28 подтягиваний, за месяц увеличил до 35. Поэтому смотрите методику, тренируйтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok